здравствуйте мои друзья сегодняшнем обзоре мне хотелось бы показать своего новичка который я приобрела буквально на днях и также пересадить его вместе с вами это сафронитис пигмея самый маленький представитель своего рода который высоту достигает всего до 3 сантиметров и имеет яркие красивые цветы в диаметре до двух сантиметров буквально все представители этого рода очень благолюбивы и также требует яркого освещения но не такого как для котлейный групп интенсивность освещения от 20 до 35 тысяч люкс будет вполне достаточного для полноценного развития этих орхидей и также для их обильного цветения а так как естественных условиях сафронитисы произрастают высокогорье северной части континента то требует умеренно теплых температурных режим и также высокую влажность с хорошей вентиляции именно в этих параметрах это рот хорошо развивается если будут предоставлены какие-то отклонения то орхидея начинает страдать этим и считается довольно капризной разновидностью выращивание того или иного вида этого рода я также делала ошибки и теряла ту или иную орхидею но также был и успех сейчас мне хотелось бы вместе с вами вытащить орхидей из этого пластмассового горшочки посмотреть что внутри что мы видим плотно утрамбованы мох сфагнум как вы видите он слегка влажные и не имеет ни одного наружного корешка а кстати вот он один в основном вся корневая система находится поверх растений и только начала спускаться вниз дренажом этой посадки служила архиата средней фракции может даже и крупной которую я конечно не выкину и и дальнейшем использую для посадки других орхидей как вы уже поняли орхидей я буду определять на пробковый блок выбрала несколько вариантов очень долго думала какой же мне выбрать широкий удлиненные или с хорошими углублениями и остановилась на этом мне очень понравилась его форма так как она не будет притенять второй ряд орхидей и также хорошие углубления которых я смогу спрятать корни орхидеи так как она ко мне пришла посаженная в горшочек то и посадку нужно осуществить примерно такую же чтобы был какой-то слой мха где будет держаться постоянная влага который так привыкла это орхидея осуществляя такую посадку я думаю что мне удастся избежать той тяжелой адаптации в которой именно эта разновидность может уйти на целый год целый год стрессовать активно не развиваться и также не зацветать следующим шагом у нас будет освободить орхидею от небольшого слоя мха в котором мы и осуществим посадку вот таком размере мы и будем садить орхидея была укутана довольно длинные локоны мха которые как вы видите еще в хорошем состоянии но все равно я думаю что какую-то часть нужно поменять посмотрите какой хороший корешок он не один и целых три также есть и воздушные корни орхидея выглядит очень хорошо имеет хорошую массу псевдопульп после примирения орхидея на блока мне захотелось немного выровнять поверхность углубления убрав одно небольшое звено именно вот в этой части и получилось равномерная площадь где я смогу во все стороны раскидать корневую систему этого растения и аккуратно зафиксировать на этом блоке изначально мне хотелось посадить орхидею повыше но подумав если орхидея начнет развиваться вверх то нижняя часть будет голая вот в таком расположении мы и будем с вами фиксировать орхидею добавив и еще немного свежего мха перед тем как наложить верхний слой мха я добавляю свою минеральную подкормку которая состоит только из натуральных ингредиентов никакой химии она мне очень помогает для хорошей адаптации и развития корневой системы укладываю гранулы близко корням и начинаю прокладывать верхний слой мха стараясь его уплотнить в этих трещинах создав красивый прямой вид этой посадки после того как мы уплотнили верхний слой мха посмотрите как получилось аккуратно и красиво и орхидея держится довольно плотно нам предстоит все это зафиксировать леской которую я приготовил чтобы наша конструкция в дальнейшем не развалилась и посмотрите что у нас получилось аккуратная красивая посадка с небольшим слоем мха орхидея у нас находится на легком бугорке также как и была посажена той посадки в которой я приобрела протягивая леску я старалась не трогать растения так как куртина имеет кучу воздушных корней захватила всего одну псевдобульбу и хорошо укрепила тот мох который находится рядом у самого подножья орхидеи я думаю что орхидеи новый дом понравится она начнет активно развиваться и уже скоро покажет свое первое красивое светение честно говоря именно эту разновидность и я ни разу не видела цвету только на фотографиях из интернета а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо и пока пока